Добрый вечер, отец Андрей. Многие говорят, что те же коммунисты из года в год теряют своих сторонников, так как они не модернизируются. Устои нашей жизни очень далеки от тех условий, в которых складывались устои православной жизни. Вы сами об этом говорили, когда объясняли, почему в церкви, допустим, продаются свечки и стоит рядом ящик для пожертвований. Но ведь модернизировать, допустим, устав партии можно, а как быть церкви? Нуждается ли она вообще в какой бы то ни было модернизации? А если нуждается, то в какой именно? Церковь — это огромный организм, это тело. Вот в моем теле есть клетки, которые не рождаются заново. Говорят, что нервные клетки не рождаются, не восстанавливаются. А есть такие клетки, которые уже мертвые, но они мне нужны. Поверхностные клетки кожи или ногти, волосы. Они же не растут тоже. Но, тем не менее, попробуйте у меня сотрать кожу, я не скажу за это спасибо. С другой стороны, есть клетки, которые постоянно находятся в процессе обновления, и это запрограммировано. То есть они верны своей ДНК, и поэтому они вовремя делятся и вовремя умирают. Вот одно из последних известий с научного фронта. Американские медики нашли, синтезировали вещество, которое запускает в клетки программу самоубийства клетки. И это и есть лекарство против рака. Потому что раковые клетки, это клетки, которые не хотят умирать, не хотят уступать место другим. Они бесконечно пухнут, дают метастазы в другие органы, структуры организма, и в конце концов все убивают. Так вот, то есть даже когда клетка или растет, или умирает, то она исполняет свою программу. Она верна своему гену. А материальное наполнение, оно может меняться. Мы из воздуха, из воды, которую пьем из еды, из солнечных лучей, собираем свое тело, но в соответствии со своим ДНК. То есть вот одновременно организм верен в себе, одновременно именно в силу верности постоянно меняется. Дерево обрастает новой листой, сбрасывает и т.д. Вот нечто подобное в церковной жизни. Не должно быть здесь поэтики консерватизма такого упертого. Что вот мы, дескать, ничего не меняли. Поэтика такая, поэтика русского староверия. Как стоглавый собор в свое время постановил, что мы должны креститься двумя перстами, якоже и Господь наш Иисус Христос. Простите, Иисус Христос не крестился ни одним пальцем, ни какого-то ничего. Это символ гораздо более, скажем так, поздний, уже во втором веке, про него и появившийся. Уже в знак происшедшего распятия Христа. То есть вот не надо героизировать свою упертость. Но в то же время не надо комплексовать по поводу своей отсталости, а не современности. Вот надо уметь быть самим собой. Мне очень нравится ответ, который когда-то, ныне, к сожалению, покойный, замечательный русский историк Вадим Кожанов дал. Когда его допрашивали, скажите, вот Россия, Евразия, понимаете, лежит на двух континентах. Кому она должна тяготеть, к Европе или к Азии? На что Кожанов ответил, Россия должна тяготеть к себе самой. Вот это нормально органический ответ. Консервативно органический. Быть верным своей программе, своей задаче. И это требует некоторой изменчивости. Если я хочу сохранить осенний листочек, я могу просто подобрать его в лесу, положить между страницами книг и все. Если я хочу сохранить гриб, я его должен изменить. Чтобы сохранить, я должен его изменить. Заспиртовать или сварить, посолить, просушить. Если я хочу сохранить рыбу, я ее должен выпотрошить и опять же что-то с ней еще сделать. А если я хочу сохранить научную школу, в качестве научной школы, то я должен ее каждый год обновлять. Брать новых студентов, аспирантов, преподавателей, новую аппаратуру, новые технологии, осваивать, вырабатывать их самостоятельно и так далее. Точно так же и сохранение церкви в верности ее традиции предполагает, что здесь и есть место и для новизны. Поиск новых слов, новой интонации. Я, например, считаю, что очень важно для нашей церкви в 21 веке обладеть интонацией объяснения. Не проповеди, а объяснения. Надо уметь объясняться с людьми, перед лицом людей объясняться. Даже не доказывать, а просто пояснить, почему у нас это так. Не требовать от своего собеседника согласия, чтобы он сказал, аминь, теперь я с вами. А чтобы он хотя бы понял, что наша позиция имеет право на существование, что у нас есть какая-то своя логика. То есть вы именно этим руководствуетесь, когда, например, объясняете, почему нельзя использовать определенные церковные мелодии в качестве рингтонов для телефонов. Почему, допустим, кредитная карточка, она всем хороша, да только милостыню с нее не дашь и так далее. То есть вы как раз-таки эти самые кирпичики понимания складываете, из которых должно строиться здание единого видения. Да, я считаю, что человек, понимаете, вот как Бог ничего у себя не оставил, а все дал человеку. Ну, сам став плотью и взойдя на крест, и подарив себя людям до конца. Вот точно так же и человек тоже, он всецело должен отдаться Богу. Это означает и разум тоже. Не в смысле ампутировать разум, а напротив. Вместе с разумом и вместе с очками, вместе с университетским дипломом пойти в церковь. Не выбрасывая это как ненужные вещи. Я в самой церковной среде веду сейчас полемику, потому что есть у нас такая, опять же, поэтизация воспевания простоты. Попроще надо быть, по-простому верить и так далее. Это ненормально. Потому что простота бывает разная. Действительно, бывает простота, ну, во-первых, бывает простота органическая. Когда человек, он как бы просто, его сознание достаточно такое, примитивное по жизни. То есть он не был христианином и был чабаном. Стал христианином, чабаном остался. И не более того, да. Ну, здесь это не хорошо и не плохо. То есть такая простота, когда человек живет по примеру, как мне сказали, по инструкции, она может привести в Царствие Божие, когда человек живет в органической христианской православной традиции. То есть моя бабушка перед смертью это делала, моя мама это делала, я тоже это буду делать, да. Такая простота может спасти. Но в эпоху кризисов, как сегодня, такая простота бывает очень опасна. Потому что прецеденты уже другие. Потому что уже и бабушки комсомолки были, и прабабушки колдовали, и так далее. Вот здесь вот выбор уже, на что ориентироваться в своей простоте, оказывается очень странным и неочевидным. Дальше бывает простота благодатная. Вот когда для сердца очевидно одно. Но Господь любит меня. Вот благодатная простота апостола Иоанна, последних лет его жизни, Иоанна Богослова. На все вопросы, обращенные к нему, он отвечал, дети любите друг друга. Это благодатная простота. А сегодня чаще всего в церковной среде встречаешься с простотой стилизованной, актерской. Когда начинает корчить из себя пейзанок. Как батюшка богословит, да по-простому надо. Эта старушка не проста, это старушка, гордящаяся своей простотой. И более того, это старушка сама с университетским образованием. Так вот, я пробую напомнить церковным людям, моя формула такова. Православие настолько сложно, что в нем есть место даже для простецов. А в церкви действительно много сложностей. Само наше вероучение, извините, догмато-троица, это что, просто? Догма-то о богочлечности Христа, это просто? Устав нашего богослужения, это что, просто? Как там сопрягать, какие молитвы, какие дни, годы и так далее? Этика у нас, что ли, простая? Когда что можно? Или, скажем, нормы реакции церкви на политические события, они простые, разве? Один пример. Я недавно нашел у патриарха Алексея в одном из его выступлений поразительные слова. Он говорит, мы выступаем за установление справедливых отношений и между народами, в жродном порядке, и внутри каждой отдельной страны, и при этом мы признаем право народа на насильственное свержение тиранического режима. Правда, он сказал в 1971 году. На поместном соборе 1971 года. Какая досада. Понимаете, насколько все непросто? То есть, будь эта фраза сказанная сегодня, она звучала бы как некая революция. Потрясающе, да? А в контексте 1971 года это скорее было словом согласия с властью, а не словом ее осуждения. Отец Андрей, вот так вот получилось, что принято считать, что сегодня церковь находится в значительно более привилегированном положении, нежели определенное количество лет назад. И что церковь сегодня является полноправным участником всех социальных реформ. Но тем не менее, вы же сами говорили, что сегодня как будто традиционно у церкви всего лишь две реакции. Либо это благодарственный молебен, либо это панихида. Но все любые социальные события. А что должно быть? Как должны церкви реагировать на жизнь мирскую, на социально-политические события? Какой должна быть ее роль? Ну, нормальная реакция. Ну, смотрите, возьмем какую-то частность. Скажем, вот минувшие весной, летом сотрясались масс-медиа в связи с показом фильма «Кота да Винчи». Много было протестов и так далее, страны церковных людей. Я сам книжку написал на эту тему. А нормальная реакция была бы следующая. Не требовать запрета на прокат этого фильма. Не разражаться никакими анафемами. Как там одесский митрополит заявил, что кто пойдет этот фильм смотреть, того анафема отстывая. Не так надо идти. Хорошо было бы нормальная реакция. Было бы следующее. Договориться с кинопрокатными сетями. Ну, просто вот батюшка, уважаемый, авторитетный в этом городе. Ну, районный центр, в котором все друг друга знают. Идет к хозяину местного клуба, кинотеатра, к которому он там венчал когда-то, или у кого-то родственников отпевал и так далее. Говорит, слушай, ты этот фильм будешь показывать? Ну да, да, слушай, там мне ее и навязывают, там и так далее. И прибыль хорошую удастся. А батюшка говорит, слушай, я не возражаю. Только одно условие. Ты не можешь увеличить интервал между сеансами. Вот чтобы не через полчаса они шли, а через полтора часа. А условие следующее. Я, или такой, это мой семинарист, историк какой-нибудь церковный, будет приходить после сеанса, после сеанса, и говорить, люди, вот вы смотрели фильм, вам это интересно? Мне тоже это жутко интересно. Давайте обсудим. Вот что здесь правда, а что вранье? Вот все из тех сюжетов этого фильма, которые были связаны с христианством, с его историей, с Евангелием. Вот мне кажется. То есть, чтобы фильм этот и книга Брауна дает нам возможность, привлекает наше внимание вот к этой тематике. Со своими акцентами и так далее. Но раз это интересно, давайте обсудим. То есть, не надо табуировать эту тему. Давайте обсуждать, серьезно. Вы, кстати, предлагали одним из вариантов, ну, этого противодействия негласного, это поскорее добиться того, чтобы Гоблин поскорее выпустил альтернативный вариант озвучивания этого фильма. Да, но Гоблин поставил условия, по крайней мере, для меня невыполнимые, 50 тысяч долларов в качестве гонорара. Он согласился. Он говорит, 50 тысяч долларов в качестве гонорара. Таких денег у нас не нашлось. Да, а вот я сейчас рассказываю, можно выразить гораздо проще. Есть замечательная история. 60-е годы 20-го столетия, время хрущевских гонений на церковь. И вот чекист, ну, под названием Уполномоченный Совета по делам религии, ну, в данном регионе, области республики, вызывает к себе на ковер местного батюшку. Говорит, значит так, Иван Петрович, 12-го апреля, в день советской космонавтики, вы должны произнести проповедь на тему «Гагарин в космос летал, Бога не видал». Не скажешь проповедь, регистрации решаю, приход закрываю, в чему-то ракань посылаю. Ну, что делать, бедному батюшке? Он говорит, хорошо, ладно, соглашусь, скажу. 12-го апреля батюшка в храме, выходит нам вон, обращается к прихожанам, говорит, братья и сестры, вы знаете? Гагарин в космос летал, Бога не видал. А Бог Гагарина видел и благословил его. Вот я это называю тактикой агрессивного миссионерства, такую православную айкиду. Не всегда надо давать сдачи или жестко блокировать. Надо это использовать для энергии нападения. Надо использовать в наши же интересы. Отец Андрей, когда читаешь ваши статьи, создается впечатление, что вы один из немногих, кто дает правильные оценки современному кинематографу. Ну, во всяком случае, те оценки, против которых не хочется огульно протестовать. Например, вам не понравился фильм «Брат 2», но вы отдельно, мухи отдельно, котлеты отдельно. Вы сказали то, что хорошо, что плохо. Недавно вышла ваша статья относительно фильма «Хроники на армии», экранизации Льюисовского произведения. Скажите, влияние кинематографа на современную жизнь действительно настолько велико, что церкви приходится к этому обращаться? А если приходится комментировать, то почему это делаете только вы? Нет, не только я. Гораздо более, я считаю, профессионально, интереснее это делает профессор Петербургской духовной академии, отец Георгий Митрофанов. У него есть целый цикл лекций с фрагментами, видеорядом, и о советских фильмах рассказывает, и о зарубежной киноклассике, и что-то и о современных фильмах. Беда в том, что современный человек книг почти не читает. Мы живем в мире видеоклипов, видеокультуры. А раз так, то, наверное, все-таки педагог, пастор, миссионер, он все-таки обязан идти туда, где находятся люди, и говорить о том, что для этих людей значимо и интересно. И хотя бы знать, чем они себя питают, и при необходимости переводить свою речь на их язык. Не свою молитву, не внутри церковную речь, не язык церковной литургии, нет, конечно, а то, что происходит вне храма. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok